Как еще можно спрятаться? Хорошо. Радиоприемник кто-нибудь паял? Нет. Жаль. Если вы сделаете радиоприемник, ну, просто, с паялью. Ну, когда я делаю? С чувствительностью, на любой волне, как только вы его включите, вы слышите штат. Шум, шум. Игал. В какой-то уровень, в какой-то уровень, естественно, к шуму. Располагающиеся гармоники каких-то прямоугольных сигналов. Всевозможные помехи электрические, искры вообще с бесконечным спектром и тому подобное. Можно сказать сигнал под шум. Это очень похоже. Хорошо. Опять я в таком шрушащем виде. Ну, вариант. Вот у нас есть какой-то уровень шумов на определенной частоте. Подчеркиваю, уровень шумов. Форму шума мы не знаем. Если мы попытаемся передавать «пш», мы, во-первых, можем с кем-то совпасть, а во-вторых, наш контрагент может принять «пш», чужое, и решить, что это мы не хотели сказать. Подчеркиваю, подскажем. Это первый шумов на одной комплекте взятой частоте. И на разок четвертых он разный, да? С перерывом я этот шум отправляю. Чтобы мы четко ловили сигнал, уровень нашего сигнала должен быть выше уровня шумов. Понятно, да? Если мы передаем сигнал здесь, он просто тонет в общем шуме. Что мы можем делать с сигналами разных частот? Ну, это можно складывать. Ну, мы можем складывать. Ну, не только мы умеем складывать и вычитать там. Наверняка противника наш тоже учили в школе. Потому что надо. Нет. И вы, происходите из того, что они учились плохо. Недооценки противника – самая страшная ошибка. А если переоценить слово? Это было. Это всего лишь попадание на деньги. А? Это всего лишь попадание на деньги. Например, слишком много сил потратить на решение задачи. Вот если вы не оценили, то может кончиться все очень, очень печально. Вот мы имеем некий набор часа. А если у вас ваши денег будут специально пытаться через это развести вас на деньги, если... Ну, собственно, в Соединенные Штаты примерно так и поступили с Советским Союзом со своей стратегической оборонной инициативой. И начали рассказывать про чудеса Злёздных войн. Врали практически полностью, но Советский Союз повелся, попытался догнать и надорвался. Мы можем сделать вот что. Мы можем на известном нам наборе частот А, В, С, Д, Е и Ф передавать наш сигнал с уровнем ниже уровня естественных шумов. Разумеется, в этом случае ни один приёмник, работающий ни на одной из этих частот, результата нам не даст. Всё подошло. А если сейчас складывать, то... Совершенно верно. Но мы знаем, на каких точно частотах у нас работает передатчик. Накладываем друг на друга и получаем уровень сигнала много выше уровня наших естественных шумов. Чёткий, хорошо различимый сигнал. Больше того, при достаточном уровне избыточности, даже если у нас здесь зашумится страшной силой и вообще вышел этот канал до полной невозможности приёма, и даже если не один канал вышел, а два, три, четыре, пять, мы всё равно сумеем получить. Мы будем чётко, однозначно читаемый сигнал. Ну, мы можем больше делать каналов по каталогу. Мы можем сделать столько каналов, сколько нам позволяет наш процессор, скрывой сигнальный процессор, чтобы до заднего полосы пропускания успевать, производить сложение. Ну, да, складывать надо было. Мы можем говорить, что набор бесконечен частот, спектр непрерывный. Достаточно знать, точнее не раздавать набор частот и менять их по определённому алгоритму. Скажем, сегодня мы работаем по набору А, завтра по набору Б, в каждом набору на разные частоты. И тем по определённому алгоритму. Прелесть в чём? Смотрите. На каждой из частот, где нас пытаются найти, нашего сигнала нет. Он ниже уровня швы. А такое на практике кто использует? Да, это используют военные, так называемые, псевдоскомобильная эмуляция. Непеленгуемые станции. Недостаток у них отменили. Много каналов занимали. Очень трудно одновременно работать на многих частотах. То есть сложная, да, получается? Сложная антенна, сложная передача. Но запеленговать я практически нереально. То есть это надёжно, но дорого. Да. Как противник не слышит то, что мы придаём их какой-то из частот? Там идёт общий уровень шумов. А, не слышит только одно, а мы как бы все сразу. А мы знаем, где искать. Но противник-то так или иначе может найти. Что? Если он заранее не знает точные частоты, у неё герцов, у неё герцов, он может складывать всё, что угодно. Вот у вас есть куча, грубо говоря, железного мусора. Вы знаете, какие детали, скажем, покрашенные красным, нужно складывать. Выбираем детали покрашенные красным, собираем, получаем автомат положительного. Противник не знает, что надо брать красные детали. Что у него соберётся? Ну, газонокосилка, возможно.